Тима дня начинает свою работу в эфире. Здравствуйте! Искусственный интеллект перестает быть научной фантастикой. Сразу несколько крупных корпораций за последний месяц объявили о привлечении роботов к работе. Магнит с его помощью хочет прогнозировать предпочтение клиентов. Мы поговорим сегодня об этом. Будет искать работников. А медицинские центры совершенствуют диагностику и избавляют докторов от бумажной работы. Но так ли безобиден робот на службе человека? Поговорим об этом прямо сейчас. Но сегодня в гостях у нас Алена Манохина, руководитель пресс-службы HeadHunter по Южному федеральному округу. Алена, здравствуйте! Спасибо, что смогли к нам прийти. И, наверное, самый первый такой вопрос. Я знаю, что ваша компания была, наверное, самой прогрессивной на этом рынке. Вы первые задействовали искусственный интеллект в своей работе. Расскажите, как это происходило и что доверили? Да, что касается нашей страны, мы первые, которые запустили интеллект именно искусственный в работу своей платформы. Аналогов нет в России. Это разработка именно нашей компании. На чем именно строится его работа? То есть раньше при размещении резюме соискатель, откликаясь на вакансии, получал именно рассылку от сайта в соответствии с названием своего резюме. Допустим, если он указывал там менеджер по персоналу, он мог получать такие предложения, где просто встречаются слова персонал, менеджер. Как работает искусственный интеллект? То есть он дает ему варианты вакансии, учитывая не просто текстовую часть, именно то, что содержится в резюме, а учитывая его поведение предыдущее. То есть он делает аналитику того, на какие вакансии он уже откликался. Что ему интересно, какие вакансии он чаще просматривает. То есть фактически мы можем сказать, что он может просто понимать, что нужно соискателю и выдает уже персонализированные предложения. Это вот именно то, что касается работы сайта, вакансии и резюме соискателей. Если мы говорим в общем плане об искусственном интеллекте, то уже помогает в работе менеджеров и персоналу. Допустим, в крупных компаниях работают чат-боты. То есть они помогают уже на этапе первичного отбора ранжировать кандидатов, проводить какие-то первичные интервью. Именно пусть это будут мессенджеры какие-то или на сайте. И отсеивать тех, кто в принципе не подходит. То есть бывает, что у нас откликаются на определенные вакансии люди, которые в принципе не соответствуют заявлениям работодателя. И поэтому в этом плане воронка найма для рекрутера становится меньше, работы ему становится меньше. Он экономит не только свое время, но и деньги работодателя. Поэтому сейчас искусственный интеллект достаточно продуктивен во всех сферах. Алена, согласна с тем, что в последнее время, в том числе и за искусственным интеллектом, некоторым профессиям приходится уйти? Сейчас в Новосибирском хотим поговорить по этому поводу. Согласна. Есть такая тенденция, даже проводились исследования, где не только мы, но и другие эксперты говорят о том и приводят даже варианты возможных профессий, которые могут скоро не то что исчезнуть совсем, но допустим... На грани уже, да? Да. То есть это такие профессии, как офис-менеджеры, гостиничный какой-то персонал, водители. Там, где возможна такая автоматизация, не требующая вмешательства человека. Здесь хочется сказать, что те профессии, в которых есть большая часть творческой составляющей, они в этом плане более защищены. То есть, да, это, допустим, профессионалы в сфере искусства, масс-медиа, ТВ-ведущие, радио-ведущие. О, отлично, спасибо. Потому что здесь идет живая коммуникация, есть общение человек с человеком, и мы всегда говорим о том, что это общение не заменит никто. Кстати, давайте спросим разработчика, робота, который научился брать интервью. Прямо сейчас с нами на связи из Новосибирска Александр Зайцев, директор компании Дедал по разработке искусственного интеллекта Даша. Александр, здравствуйте. Когда и для чего задумывалась Даша? Для каких функций? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, сама идея проделась в ноябре 2016 года. В общем-то, задумывалось это все изначально для замены рутинных операций по телефону. Ну, то есть, как вы правильно говорили, что если у человека есть какая-то задача, которая скриптуется, и он постоянно как робот может говорить. А почему Дашей назвали робота? По аналогии с Алисой из Яндекса? Нет, скажем так, наш разработчик назвал робота в чьей девушке. Понятно. Ну, Даша ваша еще маленькая, ее еще года нет. Скажите, что она умеет? Ну, умеет она достаточно много. То есть, умеет занимать человека любой специальности, которая скриптуется по разговору. Оно умеет говорить по телефону так, что человек не понимает, что говорит с роботом. Оно умеет отвечать в любом мессенджере, либо на почте. Какие профессии, в принципе, Даша сейчас по силам, на ваш взгляд? Профессии? Ну, я бы сказал, что немножко шире скажу. Профессии это области созданных информирования, сборного обратной связи, консультации, либо контроль качества работы. Я знаю, что она показала себя в качестве продавца также. Как можно оценить ее работу на этом участке? Она показала конверсию. Плюс-минус несколько процентов такую же, как показывали люди. Понятно. Спасибо большое вам, Александр. На связи с нами был разработчик, директор компании Александр Зайцев-Дедала. Компания находится в Новосибирске, занимается разработкой искусственного интеллекта. Кстати, Ален, кроме тех профессий, которые мы сейчас упомянули, может быть, какие-то новые появятся возможности? Кроме того, что искусственный интеллект отберет работу, участие людей, он, может быть, кому-то ее еще и даст? Есть такая специфика, статистика? Здесь, наверное, правильнее говорить о том, что из-за того, что у нас сфера информационных технологий идет вперед семейными шагами, многие профессии возникают именно на стыке других сфер со сферой информационных технологий. Если мы будем говорить о медицине. У нас сейчас очень много внимания уделяется вопросам старения, продления уровня жизни, продления молодости. Соответственно, каждый день появляются какие-то технологии. У нас уже хирурги выполняют операции дистанционно. Можем говорить о том, что по некоторым прогнозам к 2050 году, в принципе, без помощи человека, роботы уже будут способны выполнять некоторые операции. И получается, что, если опять же говорить о медицине, вероятно, недавно был выпущен атлас новых профессий, и там значилась такая профессия, как IT-медик. То есть это человек, который будет писать программы именно для диагностического и лабораторного оборудования. Возможно, возникновение такой профессии, как сетевой врач, который будет ставить диагнозы уже в режиме онлайн, но не так это делается сейчас. На некоторых сайтах мы просто можем задать вопрос, получить ответ, а нет, он будет обладать достаточным уровнем образования, он будет сертифицирован, будет зарегистрирован. И то есть его какие-то консультации уже будут нести такую ценность, как мы сейчас получаем, допустим, при очном визите к врачу. Если говорить еще о сферах, которые будут развиваться, это сфера экологии. То есть мы сами понимаем, что мир наш при помощи наших самих загрязняется, то есть много внимания будет уделяться уже вопросам защиты окружающей среды, какой-то утилизации отходов. И в связи с этим появятся такие специалисты, допустим, как гидропоник. Это человек, который будет способен выращивать растения в искусственных средах, когда почва, да, уже может быть в больших городах нет таких возможностей. Или же юрист по защите окружающей среды, об этом мы говорим, он будет заниматься разрешением споров, которые именно случились потому, что были нарушены права человека или нормы окружающей среды. То есть в этом плане, конечно, ждет видоизменение многих профессий, существующих сейчас, именно с включением вот этой IT-составляющей. То есть, в принципе, еще есть время, да, для того, чтобы переориентироваться и понять, какое будет требование у будущего рынка. Прямо сейчас мы приготовили для вас интересную информацию о профессиях. Давайте посмотрим. Совсем недавно американские инженеры научили робота аккуратно надевать на человека рукав одежды. Созданный ими алгоритм позволяет контролировать силу, с которой рукав давит на руку, и подстраивать движение робота для обеспечения максимального удобства человеку. Подобные разработки могут пригодиться людям с ограниченными возможностями. Малайзийские ученые научили искусственный интеллект прогнозировать лихорадку Денге. Для прогноза нужно загрузить данные в компьютер, и система индивидуально для каждого региона покажет, в каком месте наиболее вероятно распространение эпидемии. Систему уже испытали на Филиппинах и в Бразилии. В современных лайнерах Airbus и Boeing пилоты сидят вовсе не для того, чтобы пилотировать в прямом смысле слова. Они, конечно, контролируют работу всех систем, хотя и это можно сделать дистанционно с Земли. Все этапы полета, от взлета до посадки, современные автопилоты могут выполнять автономно. Они не подвержены человеческому фактору и не будут спорить о том, пикировать надо или кабрировать. Свою пользу роботы показали и в повседневной жизни человека. Команда YouTube-канала недавно показала машину для приготовления завтрака. Простейший робот из Лего запросто приготовил яичницу с беконом. Работал он в двух режимах, не забывая о специях. Скорость приготовления, правда, пока оставляет желать лучшего. Роботов научили даже оказывать моральную поддержку. Британские ученые создали робота-психолога для проведения мотивационного интервью. Эксперимент показал, что рядом с роботом люди чувствуют себя более комфортно и раскрепощенно. А потому итог собеседования оказался даже намного эффективнее, чем с живым психологом. На прошлой неделе было запущено автомобильное движение по Крымскому мосту. И здесь не обошлось без искусственного интеллекта. Робота разместили в специальном центре управления, где контролируют все, что происходит на Крымском мосту. Искусственный интеллект в режиме онлайн не только следит за обстановкой, но и подсказывает диспетчерам, что делать. Тема дня продолжается. Спасибо, что вы с нами. Напомню тем, кто подключился к нашему разговору только что, мы говорим сегодня об искусственном интеллекте и о том, как он меняет нашу жизнь. Прямо сейчас предлагаю послушать цитату известного нейробиолога Татьяны Черниговской об этом. Мы можем потерять контроль, если доверим себя технологиям. А что будут делать люди? Я имею в виду, если решения будут принимать мощные суперкомпьютеры. Останется ли место для нас? Мы попали в парадоксальный мир. Это мир, который открывает нам огромные возможности. Он же привел нас к ситуации, когда нам придется делать выбор, и непонятно, как мы его сделаем. С одной стороны, есть соблазн возможностей. И надо будет выбирать между возможностями и безопасностью. Насколько безопасен поиск работы с помощью искусственного интеллекта? Об этом сегодня мы говорим с нашим экспертом. Это Алена Манохина, руководитель пресс-службы Headhunter по Южному федеральному округу. Алена, мы уже поняли, что искусственный интеллект работает вместе с вами. А то, что касается кибербезопасности, как эти процессы друг с другом взаимодействуют? Что касается работы именно на нашей платформе, у нас все в соответствии с законом персональных данных. У нас все это тщательно соблюдается. Над этим работает целый департамент IT, то есть соискатели, которые размещают свои резюмы, вносят туда свои личные данные, об этом могут не переживать. У нас есть тщательная система защиты этих баз данных, поэтому в этом плане искусственный интеллект пока еще... Под контролем. Да, под контролем. А вот понятно, что зачем охотятся хакеры, например, когда пытаются взломать банковские какие-то данные, а зачем они охотятся, когда вас взламывают? Нас разве взламывали? Не взламывали. Надеюсь, такого и не будет. Но что-то может быть интересного. Ну, вероятно, может быть база именно номеров. Скорее всего, интересуют номера. Прежде всего, номера личные и, наверное, адреса электронной почты, опять, чтобы использовать в каких-то рассылках, обзвон. То есть, наверное, только в этом плане. Но у нас с этим все отлично, мы за этим тщательно следим. Ален, хочу спросить, вернее, не могу не спросить. Завтра по всей Кубани прозвонят последние звонки в школах. Очень многие уже выбрали себе дорогу в будущую профессию. Многие еще сомневаются. Вот как специалист в этой отрасли, на что бы вы ориентировали будущих абитуриентов? На что нужно присмотреться? Каким профессиям? На какие лучше не стоит тратить свое время? Ну, примерно 10 лет назад, наверное, встал этот вопрос. Такого дисбаланса рынка труда. Мы постоянно говорим о том, что у нас колоссальный переизбыток юристов-экономистов на рынке. Тем не менее, выпускники школ опять поступают, настойчиво идут на юрфак. Да, может быть, это отложилось еще в сознании поколения родителей, что это самые перспективные профессии. Вот сейчас хочется сказать, что нет, только не юристы-экономисты. Их настолько колоссальный переизбыток, что конкурс 10-13 человек на место. Причем половина профессиональных уже, людей стоявшихся, половина молодых специалистов, которые также ищут работу. Зато не хватает медиков, не хватает инженеров, не хватает рабочего персонала. Причем квалифицированного рабочего персонала, который будет обладать навыками работы уже с какими-то автоматизированными системами. Поэтому при выборе будущей профессии сначала нужно изучить ситуацию на рынке труда. Даже мы постоянно мониторим ее, постоянно даем информацию в СМИ. То есть ее без труда можно найти как на общих ресурсах, так и на нашем сайте. Постоянно делаем какие-то топы самых востребованных сфер. Поэтому это нужно обязательно проанализировать. Конечно, нужно отталкиваться еще от своих предпочтений, знаний каких-то, школьных навыков. Но ни в коем случае не нужно полагаться именно на мнение родителей, да, или на какой-то тренд, что у нас сейчас переизбыток также психологов, дизайнеров. Наверное, буквально последние 5 лет было модно идти учиться на психолога. Сейчас психологи у нас не могут найти работу, так же, как и дизайнеры. Каждый, кто владел фотошопом, грубо говоря, считает себя дизайнером. У кого-то получается лучше, хуже. И здесь мы наблюдаем такую грандиозную конкуренцию. Поэтому смотреть на рынок, прислушиваться к себе и изучать перспективы профессии, которую ты будешь выбирать. Последний выпуск Forbes говорил о том, что в последнее время такая интересная тенденция на рынке труда популярны именно гибридные специалисты. То есть люди, которые имеют навыки даже не в смежных специальностях, а иногда даже в противоположных. Подтверждаете вы эту тенденцию? Сейчас вообще тенденция самого рынка труда такова, что мы должны постоянно учиться, постоянно к своей какой-то специальности, полученной в институте несколько лет назад, подключать дополнительные опции. Грубо говоря, у каждого из нас сейчас должны быть какие-то элементарные навыки программирования. Мы должны уметь работать в каких-то программах, которые требуются нам для осуществления нашей ежедневной рабочей деятельности. Поэтому если мы не будем совершенствоваться, если гибридных профессий возникать не будет, перестанем быть востребованными. То есть тот человек, который просто получил диплом и считает, что это ему хватит на всю оставшую жизнь, сейчас не тот рынок труда, как было десятилетия назад, когда наши родители, может быть, по распределению получали. Сидели спокойно себе в какой-нибудь заводе. Сейчас нет. Сейчас мы живем именно в другом, постоянно меняющемся мире, поэтому нам нужно успевать вслед за ним. Кстати, вот постоянно меняющийся мир полностью с вами согласна. Но иногда, например, даже законодатели наши не успевают за меняющимся миром. И добавлю, что депутаты Госдумы и сенаторы беспокойны бурным развитием искусственного интеллекта. И сами признают, что не успевают писать законы, регламентирующие этот вопрос. Также они осознают, что и опасность сейчас нужно минимизировать. Вот мнение сенатора Александра Башкина по этому вопросу. Раньше это была прерогатива фантастов, но нельзя исключать, что развитие искусственного интеллекта дойдет до того, что в каком-то необозримом времени роботы скажут людям «Спасибо, вы нам больше не нужны». Дальше мы уже сами. Увы, это перестает быть шуткой, и об этом нужно думать и говорить о безопасности и контроле за деятельностью искусственного интеллекта, пока он сам не стал контролировать людей. Согласна с этим, Ален? Как вы думаете? Согласна, да. И вокруг этого вопроса много споров. Действительно, если мы закладываем в него такой потенциал, где гарантия, что он не будет развиваться дальше, себя как-то совершенствовать сам. Мы видим это на примере книг, каких-то фильмов. То есть, наверное, это действительно уже какая-то приближенная реальность. Если раньше это казалось абсолютной фантастикой, то сейчас уже стоит об этом задуматься. Поэтому, наверное, да, вот именно над этим вопросом нужно работать более тщательно, нежели над самой разработкой этого искусственного интеллекта. Кстати, вопрос, который вы упомянули, о том, что примерно в 2050 году уже медицинские услуги некоторые будут заменены. Я могу сказать, что сейчас даже в Америке работает успешно стартап, который два года был запущен. Робот с помощью компьютерной видеокамеры определяет состояние человека в определенной мимике и может выдать примерный рецепт, как себя вести. Это все равно еще диагностический момент, допустим. А если мы говорим именно через 30 лет, что будет, грубо говоря, это уже... То есть не ходить вообще никуда? Дома все это решается? Нет, нет, нет. Здесь имеется в виду не просто диагностика, а уже операции, какие-то манипуляции. Вот в этом плане, что уже даже это смогут доверить роботам. Как интересно. Прямо сейчас у нас с нами на связь выходит первое радио. Я приветствую Наталью Левожинскую. Наташа, здравствуй. Но вот мы сегодня говорим об искусственном интеллекте, о новых профессиях, какие появятся, какие исчезнут. Расскажи, пожалуйста, о чем сегодня вечером будет та еще тема. Кубанский проект стал победителем премии «Хрустальный компас». Насколько я помню, там было много наших проектов. Но вот сегодня узнаем подробности, потому что в гостях у нас руководитель Краснодарского отделения Русского географического общества. Узнаем у него, какие проекты для них сейчас в приоритете, потому что почему наш продюсер Галина у них на волонтерской скамейке запасных. И, конечно же, главный вопрос, как обстоят дела с экологией в таком замечательном регионе, как наш Краснодарский край, где огромное количество туристов и болельщиков, потому что впереди чемпионат мира по футболу. Спасибо большое, Наташ. Я напомню, что та еще тема выйдет в эфир первого радио. Сегодня 18 часов, 102,7. Не пропустите обязательно. А мы сегодня говорили об искусственном интеллекте и о новых профессиях. С Аленой Монохиной, руководитель пресс-службы Headhunter по Южному федеральному округу. Никуда не уходите, оставайтесь на Кубань-24. Мы продолжим далее. Будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok